Начну с короткого сообщения и цитирования слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Кабинет министра Украины утвердил законопроект, согласно которому тарифы на тепло, горячую воду, возраст снабжения и водоотвод будут устанавливать местные власти. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина. Шмыгаль отметил, что передача полномочий на установление тарифов от Национальной комиссии к власти является решением, обусловленным необходимостью выполнить обязательства перед Международным валютным фондом. Этот законопроект принимается на выполнение очередного маяка, утвержденного меморандумом с МВФ. Правительство выполняет свои обязательства по программе с фондом, которые имеют дедлайн в этом году, подчеркнул премьер. И событие и высказывание главы правительства произошло в минувшую пятницу. Кстати, расшифрую слово дедлайн. Это последний срок, предельный срок, дата или время, которому должна быть выполнена задача. Что побудило Кабинет министров к такому внезапному решению? Думаю, печальная статистика. Смотрите сами. Увеличиваются убытки коммунальных служб. По отоплению в 3,2 раза. По водоснабжению в 2. Также растут долги предприятия. По сравнению с 2011 годом сумма кредиторской задолженности выросла с 12,2 до 58,2 миллиардов. Вся эта катастрофа произошла, по мнению правительства, из-за того, что не вовремя национальные комиссии пересматривали тарифы. А вот теперь за своевременный ввод новой ценовой политики станут отвечать органы местного самоуправления, и все станет хорошо, даже отлично. Как по мне, так это очередная подстава местного самоуправления. Центральная власть категорически не желает брать на себя социальные функции государства и перекладывает их на исполнительные и представительные органы поселков, городов, областей. И это подчеркну на фоне того, что и за образование, и за медицину сегодня отвечают те же мэрии и поселковые советы. Я не исключаю манипуляции со стороны местных властей, касающихся тарифной политики на все виды услуги, исключая электричество. К примеру, перед выборами депутаты и мэры могут для поднятия своего рейтинга понизить тарифы на тепло и газ, а потом после избирательной кампании резко поднять цены. Ну и понятно, у центральной власти появляется возможность лишний раз упрекнуть местную власть в плохом хозяйствовании. Но, пожалуй, мне нравится произнос эксперта Сергея Дяченко. Если тарифную политику будут решать на местах, то это усилит внимание к местным органам власти владельцев компаний, поставляющих услуги, и они теперь будут договариваться о повышении тарифа напрямую, без посредников в лице Национальной комиссии. Местные власти попадут под двойное давление со стороны олигархов и населения. Если первые будут выступать за повышение, вторые будут требовать снижения. Впрочем, я бы перестал употреблять термин «экономически обоснованный тариф» по одной причине. У нас нет конкуренции в поставках тепла и газа. Следовательно, не стоит употреблять этот термин.